За двухчасовую поездку на супер электровелосипеде Icon B Tracer я кручу педали ровно ноль раз. Не спортивно, скажете вы? Видимо, вы просто никогда не ездили на подобном агрегате. Впереди планеты всей без особых усилий. Просто в сборке и разборке, быстро в зарядке. И главное, заполучить такой велик можно абсолютно бесплатно, приняв участие в конкурсе по ссылке в описании к этому видео. Ну, я ведь не посоветую плохого. Эта серия разбудит ностальгические чувства у всех, кто пережил 90-е. Никогда еще не раздевал Итьяна. Скажи, почему вы такой красивый? Я думал, что я не очень красивый. Да, я готов, я ловлю его. А у нас тут процесс творческий. Наги моей здесь будет две, как говорится, все. Всем привет. Я обещал показать в этой серии хорошую башкирию. Ну, лично мне вообще пофигу, кто хороший, кто плохой. Мне главное, чтобы было интересно смотреть. Да и психология у российского зрителя такова, что смотреть хорошее ему не очень заходит. Ему же интереснее, когда город грязью поливают и когда наших бьют. Тогда включается максимальное чувство кликбейта у местных СМИ и начинает гореть пердак у провинциальных патриотов. И это все прекрасно. Это не может не радовать. Итак, меня зовут Петр Лавегин. И вовсе не Илья Булатников. Кстати, кто это? И не Илья Варламов, как думают у финские СМИ. И если Уфу я снимал в предыдущей серии по своей собственной инициативе, то башкирию мне показывали, так сказать, официально, с утвержденным колоритом. Началось все, правда, не совсем цивильно, в центре Уфы. Гребное позорище. Так назовем мы мероприятие, которое проходит сегодня в Уфе, да. Это вот такие развлечения в башкирии. Приволочь в модный арт-центр тренажеры для гребли. Разбить всех на команды и за неимением воды имитировать гонку. Прям башкельский Оксфорд Кембридж. Капитана нужная. Я сразу сказал, что я капитан, буду всех шпынять и сам никуда не поплыву. Во-первых, из-за моей картавости гребля превращается в половые сношения. Во-вторых, я вспотею, провоняю, а там все-таки дамы ходили. Команды индукторы. Мужики. Мужики. Да. Мужики. Я здесь, я здесь, я здесь. Все, начинаем. Давай, давай, давай. Страсть от нее какая е... Давай, Жиропас, давай. Давай. О, о, бежит. Давай, 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 давай. О, еееет. Красавчик. Ура. Спасибо. Мультики просто закидывали нахуй. Сейчас мы с вами побываем на каком-то местном сабантуре. В общем, это древняя кочевая игра, называется Элак. Две команды на лошадях. Одни играют в баскетбол. Специально приготовлены туши козла. Слава богу, я так ее ждал. Берут, короче, туши у козла. Вот. Друг у друга отбирают две команды. Бьются между собой на лошадях. Вот, короче, отбирают. И быстро-быстро скачут. И нужно закинуть ее в ворот. Ну, и в такую корзину. Все, отлично. Ждем. В общем, я обманул. Чтобы не было международного скандала, эту игру отменили. Ну, просто будет другой день. Сейчас хочешь поедать через две недели? Нет, не хочу. Привет. Инкассации. Повернись. Ты че, мы с тобой два. Якута, значит. Скажите, почему вы такой красивый? Я думаю, что я не очень красивый. Вы такой эффектный. Я на коне хотел сегодня. Вот поэтому налегке. Приехал на свои кровные деньги. Специально посмотреть. И как. На коне вот я хочу. То есть вы приехали и вам не дали коня? Нет. Немножко обидно, конечно. Но че поделать. Я бы на вашем месте, так сказать, настоял бы на своем, чтобы коня вам все-таки, вот, раз уж приехал издалека человек. Чтобы вот вам обеспечили. Сейчас нас поведут стрелять. Немножко обидно. О! Нормально! Вообще отлично! Ну, то, что без мертвого барана, это, конечно, недосчет. Николай Александр сказал, что возьми. Ильяс держит дорогу. Это из теста. А внутри что? Он пустой. В меде обмакивают просто, и получается вкусный. Вкусный, сырный. Это пирожки. Начинка там. Как делается? Это как вареная сгущенка. Бэтмен такой. Да, как я говорю, у нас сгущенка получается. Видишь суслика? А он есть. Где-то тут. Тихо. Суслики. Сейчас покажу. Вот он. После состязаний поле оккупировали на разуме. Вот у тебя там нора-то, а? Куда ты делся? Влезай. Стоит, смотрит на меня, а? Да. Короче, нам сказали, что из сусликов, чтобы их выманить оттуда, надо, ну, воды туда налить. Вот сюда заливай. Все, пускай отсюда убегает, а я туда налю. Да, я готов. Я ловлю его. А как его? Голыми руками его? Попробуй, да. То есть это, в принципе, все поле надо контролировать, я понимаю. Короче, если перекрыть все выходы до сусликов, так сказать, его норки, и оставить только одну, то рано или поздно, за нехваткой воздуха, он вылезет на поверхность. Самые отчаянные еще полезли вот на ту гору, но я как бы отказал себе в подобном удовольствии. На что только люди не пойдут ради эффектных фотографий в инстаграме. Эта композиция называется «Женщина, стреляющая из лука, стоя среди покрышек, в которых лежит мертвый козел». Ведь так ведь, да? Не переживай, лук будет твоим. Смотрите, кого я встретил. Вот мы, те, кто ездят в опасные страны, возмущены тем, что некто Андрей Мазульницин, может сказать, топчет нашу поляну. Я, мы, наше поколение, мы хотим знать, в чьи руки попадет воздвигнутое нами здание. То есть, я знаю, что ты поехал в Сирию по нашим стопам. Петя рассказал, мол, так и так, через такое же турагентство поехал. Но учитывая вот эту реакцию, особенно в Орландо, дед что-то таскает по каким-то сраным музеям. Я заранее, еще на берегу, короче, договорился с турагентством, чтобы ребяток меня избавили от всей этой мутой тени, провели по действительно интересным местам, вот прямо где была война и все тому подобное. Слушай, ну ты же понимаешь, что, в общем-то, этот дед моего кудрявого друга просто, ну не то чтобы довел до истерики, но, так сказать, вот этот конфликт поколения отцов и детей, зрителю это, я думаю, так понравилось. Но, если вы не любите, когда обижают сирийских дедушек, переходите, смотрите у меня на канале. Так, и чего, куда дальше планируешь? Стоило, короче, мне съездить один раз в Бангладеш, в Индию, в Сирию сейчас. Бангладеш силен. Поэтому в конце лета я еду в Афганистан. Вот сука, в Афган собрался раньше меня. И в конце года планирую поехать в Венесуэлу. Да он же меня просто в гров гоняет, еще и Венесуэлу сюда приплел. Вот попробуй не подпишись, чтобы увидеть, так сказать, информацию из первых уст, а я уже, оказывается, буду постфактум. Подписывайтесь на действительно реальный и классный канал. То есть на мой. Да подпишитесь, подпишитесь на него уже. Стопе, стопе, стопе. Вот мое поколение, а кто вот узнал вот этого смуглого мужчинку среди раскосых ребят? А, ну, ну, кто? Ёба, ёба, да это же Океан издаляй на ребята. Как-то его в башки это занесло. Парниша. Ты окей? Да? Найс? И... И... А, окей. Да я уже эту песню не помню. 25 лет прошло. Ну, давай ты тогда будешь на басу играть. Тсс, тсс, окей. Тсс, я все вопросы забыл. Да не надо вопросов. Тсс, ты 5 лет. В свои 50 лет ты перебрался в Россию. Можно сказать, что последовал по пути депортье. Снимаешь тут квартиру или уже своя? Да, я вот тут живу. Ох, ну сейчас женщины ломанутся. Слышите, ладно, ты мне снимай сиськи только. Ты меня слышишь? Я живу с видом на гору. Блистательный вид. Да и когда я сюда приехал, многие говорили, может ты станешь новым депортье. В прошлом году мне исполнилось 50 лет. И я решил, что пора жить на марте. А то все живешь, завтра, завтра, потом, все, хватит. Я позволил себе целый год не работать. Я много ездил в Непал, в Индию, в Португалию, на Маврикию, на Мартинику и так далее. Я иду на Маврики, и на Мартинику. А, да. Примерно там. Вот смотри, Википедия тебя представляет сегодня как артист, как фотограф, с перечнем выставок, галереи. Но если спросить у Гугла, кто такой, Давид Пру, первые 20 ссылок выведут на сериал «Элены ребята». У тебя внутри ничего не жмется от того, что все твое искусство никак не известно. А какой-то дешево сделанный сериал 25-летней давности с твоим участием помнят до сих пор. Это отличный вопрос. Ну, круто, что это было, прошло 25 лет, а люди все еще об этом говорят и говорят. Посмотри, я приехал в Россию, сколько тепла ко мне от людей, сколько света в их глазах, сколько эмоций. Во-вторых, да, я фотограф, я, например, готовлю выставку в Париже, я занимаюсь раскрасками, я много над этим работаю. Но надо сказать, что слава Этьена мне помогает и в творчестве, делать выставки и, может быть, даже вот здесь, в Башкирии. Но для меня не так важно, известен ты или нет. Это вообще никак не говорит о твоих внутренних качествах. А где слава Этьена в мире больше? Где тебя больше узнают? Ну, скорее в России и в Китае. В Китае? Да, вот, например, недавно наш президент Макрон встречался с президентом Китая. И тот позвал на прием Мире и Матье и... Тебя. Нет, нет, не меня. А Элен Рале, главную героиню. И все были очень возбуждены во Франции, какого хрена именно Элен была приглашена. Вот, кстати, про сериал. С кем сегодня из сериала ты поддерживаешь отношения? Я почти ни с кем не общаюсь. Только с Кати, которая была моей женой. И у нас двое детей. И еще я иногда общаюсь с человеком, которым, в общем-то, в сериале да не работал. С Себастьяном. Твой дублер. Да, человек, который меня заменил. Его иногда вот встречаю. Мало кто знает, что Давид делает удивительные раскраски. Ну, как удивительные? Я их посмотрел в Инстаграме, и мне бы неплохо, чтобы он кое-что пояснил. Ага. Вот эта баба, вот эта баба, почему она прыгает? Она счастлива. А ты что думаешь? Ну, не знаю, может, бухая? Только почему она прыгает с руки? Я все эти раскраски начинаю рисовать с собственной приложенной руки. Вот эта молодая девушка, она вообще, что она вообще делает? О, не задавай этот вопрос. Хорошо, другая картинка. Да, вот это получше. Вот объясни мне. Я объясню. Эта картина как критика фармацевтической системы мировой. Потому что в мире остро стоит проблема, что большинство медикаментов вообще не используется. Но на это тратится очень большое количество денег. Глядя на твои картинки, многие люди могут сказать, что ты, наверное, сошел с ума. Нет. Я очень чувствителен к миру и к тому, что меня окружает, к тому, что в нем происходит. В том числе и здесь, в России. Технологии сближения людей. Ну, вот теперь мне все это нравится. Никогда еще не раздевал Этьена. Пока-пока. Это был наш дорогой Этьен. Давид Пру, поехавший специально в Башкирию. Вот я ему задал вопросы. Я, конечно, хотел ему задать вопросы. Там есть, знает ли он французские песни, там, Ланфрен, Ланфран и так далее. Но боюсь, что этого он уже не поймет. А это список тех, кто задонатил в пользу этого канала после минувшей серии. Эти прекрасные и щедрые люди. Кстати, в описании к этому видео вы найдете вакансии в мои поездки аж вплоть до конца года. Куда-то можно поехать за входную оплату. Ну, а если у вас какая-то выгодная для моего канала коллаборация, то по себестоимости. Так сказать, каждый за себя. В конце дня с плавками вы были в этнокомплекс Иная. Чаны, индейцы, ковбои и другие башкирские атрибуты. Ого, башкирские индейцы. Неожиданно. Башкирские индейцы, говорящие на татарском, это вообще ништяк. Этиену явно нравятся такие наслоения. Хотя, мне кажется, он нифига не понимал, что откуда взялось. Очень красиво. Вообще здесь, в этой этнодеревне, башкиры очень, ну так сказать, показывают наглядно родство с индейской культурой. В том числе и в структуре жилища. Типи. Кто у кого спиздил идею? Индейцы у башкир, или башкир у индейцев, история умалчивает. Вообще, если говорить про Типи, то даже в Типи, как нам объяснили, достаточно тепло за счет определенной конструкции. Не буду вдаваться в детали, просто, поверьте на слово, даже в октябре можно ночевать в них. Может и зимой, можно. А это уже юрта. Юрта теплее, чем Типи. Так, что тут у нас? А у нас тут процесс творческий. Ну, ты застеснялась, уходи. А, вот теперь нормально. Ребята, я так понимаю, с волосами-то сюда не пускают, да? Это внесло свою какую-то западноевропейскую изюминку. Все происходящее здесь. Просто молодцы. Бортес и Лоран Блан. Типа, тебе понравилось, что ли? Люди спокойно ходили, никого не трогали. Я говорю, пошли, сделаем борщ. Скажи, пожалуйста, если ты сейчас выйдешь, насколько уменьшится уровень? Воды вообще не будет. Как яички в лукошке, а? Просто у Полины разорят. И не электрический. Пора, пора, порадуемся на своем веку. Красавицы и ку-ку. Счастливому клинку. Сони, кстати, вот этой вот. Низ Челябинск 2015-2019. Мы 4 года назад отправились на башкирскую дискотеку. В какое-то глухое село под названием Тажбулат. Прическа у меня была на тот момент все та же. Так что шансы выхватить в табло переваливали за сотню. Мотор водителя я попросил не глушить, а машину поставить мордой на выезд. Мало ли чего. Я пока снаружи подожду, сказал я Соне, когда та храбро нырнула внутрь ДК. На дворе суббота, полночь. Ну, так сказать, самый жар. Вылетает она оттуда со словами, там никого нет. И действительно, в пустом зале одиноко сидела престарелая башкирка диджей в вязаной шале. И под цветомузыку переключала композиции. Ну, как можно не любить этот регион? Ну, а теперь мы отправимся на башкирскую дискотеку поцивильнее. Это я сорвал неделю назад на Еремелье. То есть мы сделали отверстие. Конечно, его надо делать не так быстро. Надо его делать идеально. Но тут темно у меня с глазами. Я сегодня днем говорил, что у меня со светом проблемы, с дальтонизмом, да? А тут и темно, и... Да, и то ли зеленые, то ли бежевые. Вообще бежевые. То есть он реально взял и на наших глазах сварганил себе новый музыкальный инструмент. И тут же на нем сыграл. Вообще никогда так не играл. А что вы заканчивали? У меня нет образования. А вообще что заканчивали так? Сильхон институт. Ну, это башкирский сильхон институт? Конечно. А, ну тогда все понятно, конечно. А ведь хамдро уняли. А ведь хамдро уняли. А, ну тогда... Субтитры создавал DimaTorzok А потом местные подготовили Этьену такой подарок, что даже самые черствые расчувствовались Просто до слез, до слез Вот умеют суки расчувствовать человека На этом все Ставь больше лайков этому видео, чем дизлайков Ютубу в принципе похер А вот мне будет приятно Пиши в комментариях обо всем, о чем хочешь написать Засылай донат, если у тебя есть к этому потребность и лишние деньги Подписывайся на мой инстаграм, чтобы быть в курсе последних новостей И подписывайся на мой телеграм На телеграм этого канала, чтобы не пропустить ближайшие выпуски А те, кто не подписан на этот канал, я вообще не понимаю, что вы ждете Ну и... Чао!